Вы восстановились после травмы, уже сыграли несколько матчей, в том числе и в основе. Но пока у вас нет ни голов, ни голевых передач за «Спартак». Когда их ждать? Я стараюсь, стараюсь. Практически уже готов на 100%. Чувствую себя отлично. С Кубани провел 90 минут на поле. Наверное, это за 7 месяцев был первый раз, когда я полный матч отыграл. Но давайте вспомним, что там все-таки у меня получились передачи, которые привели практически к забитым мячам. Поэтому я, как уже отметил, стараюсь, работаю очень интенсивной тренировкой для того, чтобы в итоге порадовать вас и передачами, и передачами забитыми мячами. Вы привлекались во все сборные Германии молодежные, но в основной состав пока вас, насколько я знаю, по крайней мере, вы не играли. Может быть, вызывали. Вообще вы разговариваете с Яхимом, Левым. Насколько это для вас цель попасть в сборную Германии? Нет, контактов с Левым у меня нет. И на данный момент я полностью сосредоточен на «Спартаке», потому что это моя работа, тот клуб, в котором я работаю. И, безусловно, я с удовольствием всегда играл за сборную своей страны. Я думаю, что это честь для любого немца играть за сборную Германии, точно так же, как и честь для россиянина играть за сборную России. Но на данный момент я сконцентрирован на «Спартаке». И, тем не менее, я не отказываюсь от своей мечты сыграть за первую сборную Германии. Хотя понимаю, что на моей позиции в центре поля есть 15-20 футболистов с немецким паспортом, которые обладают теми же игровыми качествами, чем я, как и я, или, может быть, даже сильнее, чем я. — Такой несколько продукционный вопрос. Вы же наверняка нередко бываете в Германии. Сейчас тяжелая политическая обстановка между нашими странами. Не давит на вас то, что вы работаете, играете в России? — Я стараюсь держаться в стороне от политики, потому что политикой занимаются непосредственно те люди, которые ее определяют. У меня другие задачи. Ну и, к тому же, я не так часто нахожусь в Германии, когда у нас выходные. Я, как правило, здесь провожу свободное время. И вот то, о чем вы говорите, о том, что какое-то влияние оказывается на меня, нет. Я никак это не чувствую и думаю, что никогда не почувствовал. — Ну вот, был перерыв на матче сборных. Много футболистов «Спартака» выезжали, соответственно, играть до сборной. Что вы делали в эти дни? Отдыхали, тренировались? — Ну, еще два дня. И я сейчас на «Дойчьем» гефлыл. — Было три выходных. Я на этот раз все-таки слетал в Германию, потому что мой физиотерапевт не имеет визы для того, чтобы уехать на территорию России. И мы с ним хорошо поработали, устранились мои проблемы с коленом. Но вообще, конечно, когда есть свободное время, хорошо посетить свою семью, родителей. Поэтому с удовольствием использовать такие возможности. — У «Спартака» осталось четыре игры до зимнего перерыва. Как раз вот вы начали набирать форму. Для вас это грустное обстоятельство, то, что скоро перерыв, и, возможно, опять потеряете форму. Придется заново ее на сборах набирать. — Да, конечно, грустно, что придется теперь прекращать выступление из-за зимней паузы. Особенно после того, когда вернутся после травмы. Вдвойне обидно. Но я считаю, что их четыре матча тоже немало. И мы сделаем все возможное для того, чтобы добиться максимального результата, набрать как можно больше очков. Сейчас у нас три балла всего отставания от второго места. Поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы хорошо завершить сезон до зимнего перерыва. — Ну и последний вопрос как раз по выступлению «Спартака». Три очка от лидеров, но «Зенит» ушел, наверное, уже слишком далеко. Какие вообще задачи у «Спартака» на чемпионат? — Ну что значит «ушел далеко вперед»? Им нужно провести столько же матчей до конца сезона, сколько и нам. А сезон еще длинный. Я думаю, что какие у нас задачи могут быть. Я год назад сюда приехал почти, чтобы выиграть здесь какой-то титул, чтобы играть со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Я думаю, что мы разочаруем всех, в том числе наших болельщиков, наших поклонников, самих себя. Если мы не будем выигрывать от матча к матчу, сейчас у нас стоит именно такая задача. Набирать три очка в каждой встрече. Начинаем уже эту задачу выполнять в воскресенье в матче с «Саранском». Ну и, конечно, мы хотим быть на первом месте. Я думаю, что «Спартак», как самый большой клуб, самый известный клуб России, должен решать только самые высокие задачи, выигрывать, снимать первое место.